Ну и как с местными ребятами скрывался, так и попросил, чтобы вместе мы пойдем воевать. Удовлетворили просьбу мою. Мы вечером собрались, человек, наверное, 10-12, сколько вот наша улица. И решили, значит, выйти в ванкумат и идти помочь красноармейцам гнать немцев. Когда забрали меня туда, я в шестом классе проходила, будь готов, в санитарной обороне. Я умела раны завязывать, голову завязывать, если там у кого-то раны. И вот я работала там в госпитале. Это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки, которые помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Но пришел час, и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее врагам. Петр Морарь совсем скоро отметит 90-летний юбилей. Когда началась война, он только окончил 9 классов, готовился с товарищем поступать в Краснодарское военно-пехотное училище. Но мечты и планы разрушила война. Сначала годы оккупации, затем служба в рядах Красной Армии. Пойти добровольцам на фронт мальчишку заставили обстоятельства, а точнее случай, когда убили двух его лучших товарищей. Андрея Шинкарюка и Андрея Флорю, говорит Петр Иванович. Мы просто подали список, вышел один старший лейтенант, мы еще не знали это самое звание, то вышел старший лейтенант, построил нас, и по Новосоветской дороге дошли до мимо аэродрома, поднялись во Владимира туда наверх, и так до самого Котовска, до Котовска. Шли мы пешком, напрямую, несмотря на то, что там самолеты бомбили в то время. Петр Морарь участвовал в боевых действиях в составе 457-го зенитного артиллерийского полка 74-й дивизии 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова. Принял участие в крупнейшей наступательной операции от реки Висла в Польше до реки Одер в Германии. Дошел до Берлина. Я вот хочу похвастаться, что у нас традиция. Сын у него тоже военный, и сегодня он работает в штабе армии российской. У Петра Ивановича трое детей, семь внуков и шесть правнуков. В его большой семье чтут военные традиции. Как реликвию берегут военные фотографии, многочисленные благодарности Сталина, письма с фронта, ордена за боевые заслуги. В этом году к ним прибавилось еще две медали к 70-летию Великой Победы – российская и преднестровская. Ее молодость – жестокая и страшная война, боль за утрату близких. На склоне лет, ей уже 93, Варвара Дмитриевна Волощук просит у Бога увидеть хотя бы еще одну весну. И верит, что ее оптимизм и в этот раз не подведет. Будем надеяться на лучшее. Ну, знаете, как всегда, быть оптимистом – это самое главное. А это помогает. Я сама на себе это испытала. Оптимизм, юморизм – это очень-очень помогает в жизни. С отточенной военной выправкой шагает по двору Виктор Беда. В свои 90 лет он с радостью рассказал нам о своем секрете здоровья и долголетия. В работе. Ведь работа дисциплинирует. Она требует... Потом ритм определенный вырабатывается при работе. Когда началась война, ему не было и 16-ти, а в 44-м он стал бойцом Красной армии. Направили Виктора Беду в 188-й запасной стрелковый полк 57-й армии 3-го Украинского фронта. Затем перевели в 214-й Варапоновский полк, 73-й гвардейской Сталинградско-Дунайской краснознаменной дивизии. С ней он прошел до конца войны. О военных днях подполковник в отставке Виктор Беда может рассказывать очень долго. Помнит даты, города, имена товарищей и, конечно, День Победы. Два раза в боях был контужен. Смерть шла буквально рядом. Но у судьбы на Виктора Беду были другие планы. Он не только увидел Победу весны 45-го года, но и встретил ее 70-летие. И не где-нибудь, а на Параде Победы в Москве. Эту знаменательную дату 70-летия Великой Победы торжественно отметили и в Приднестровье. Фронтовики надели свои парадные костюмы и пришли на праздник. Некоторые так сильно ждали этот день, что заняли места на трибунах за час до начала торжественных мероприятий. Сбылась мечта встретить Великую Победу 70-летий спустя. Их радости нет предела. Моя жизнь радует. Радует о том, что я еще пока жива. Я хочу, знаете что, чтобы был мир. Чтобы все жили счастливо и чтобы не видели горе и страдания. Как обычно, 9 мая ветераны вспоминали свою молодость, как били врага, как шли до Берлина, как теряли однополчан. Поднимали боевые 100 граммов с теми, кто рядом, из-за тех, кого уже нет. Хочу сказать в первую очередь спасибо этим людям за то, что они когда-то подарили нам этот мир. Светлое небо над головой. И здоровья ветеранам. И всего им самого лучшего. И чтобы их не так много осталось. У них хотелось бы, чтобы было все хорошо. Таких примеров простой душевной благодарности в день 70-летия Великой Победы было очень много. И это говорит о том, что День Победы был и остается нерушимым и всеми любимым праздником. Трагическим и скорбным, но в то же время самым светлым. Ольга Гаврилова, Тимофей Чекан и Дмитрий Дьяков. Для проекта «Точка отсчета». Продолжение следует...